Привет! Судоходство – это не только способ передвижения, но и возможность насладиться красотой морских просторов. Однако важно помнить, что стихия воды непредсказуема, и всегда нужно уважать её силу, чтобы обеспечить свою безопасность и комфорт. В нашем новом выпуске ты увидишь увлекательные и волнующие моменты, связанные с неожиданными ситуациями на воде. Поехали! Вот что происходит, когда поручаешь ответственное задание своему крайне неуклюжему другу. Судя по всему, рыба не оценила их метод ловли, и, как результат, мужчина получил леща. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что он совершил ошибку, выйдя в море. К счастью, он остался цел и невредим. В море важно придерживаться определенных правил, чтобы избежать столкновений и обеспечить безопасность судоходства. Похоже, стремление выиграть гонку затмило его здравый рассудок. Она должна радоваться, ведь фотографии вышли бы банальными. А видео точно стало напоминанием о веселом времяпрепровождении. Предложение руки и сердца обернулось тем, что кольцо упало в воду. Впрочем, это сделало момент еще более запоминающимся. В очередной раз природа обрушила свой гнев и не пощадила ничего на своем пути. Любопытно, такое приземление было запланировано или это всего лишь случайность? Они планировали спокойную и расслабленную прогулку, но вместо этого получили веселые и запоминающиеся приключения. Что ж, они попали в ловушку, из которой без посторонней помощи выбраться не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Изначально было понятно, что это плохая идея. Но чего стоит жизнь без риска? Есть только одно объяснение решению выйти в море в время шторма. Это стремление к острым ощущениям. Вероятно, если бы ему ничто не помешало, он бы лучше справлялся с покорением волн. Однако теперь мы этого уже не узнаем. Нужно сразу уточнить, что никто из участников происшествий не пострадал, но впечатления останутся с ними на всю жизнь. Отправляясь в плавание, он не ожидал встретиться лицом к лицу с кровожадной хищницей. Тем не менее, ему удалось защититься и справиться с ситуацией. Эйфория от удачной рыбалки исчезла, когда он едва ли не стал жертвой серьезной аварии. Конечно, первое, что бросается в глаза, это превосходное чувство баланса этого парня. Однако помимо этого возникает важный вопрос. Сможет ли он безопасно вернуться к управлению лодкой? Похоже, этот мужчина не признает преград и привык преодолевать их с уверенностью и напором. Сможет ли он безопасно вернуться к лодке? Сможет ли он безопасно вернуться к лодке? Эта лодка взмывает над волнами, словно вот-вот готовится оторваться от воды и взлететь в воздух. Этот катер настроен покорять не только водные просторы, но и вскоре возьмется за воздушное пространство. В этой моторной лодке комфорт продуман до мелочи, чтобы наслаждаться как морскими прогулками, так и спокойно передвигаться по суше. Неудивительно, что лодка не выдержала этот краш-тест, ведь такие экстремальные спуски точно не предусмотрены для ее конструкции. Прежде чем арендовать лодку, важно убедиться, что у тебя есть навыки для уверенного и безопасного управления ею. Сколько бы они ни пытались взять управление лодкой под контроль, она явно не собирается уступать. Для такой небольшой лодки она удивительно и стремительно скользит по воде. Обычно подводные подвиги мы видим только в голливудских блокбастерах, но и обычные люди способны на такие свершения. Этому парню пришлось изрядно постараться, чтобы удержать лодку на воде, не позволив ей мгновенно уйти под воду. Учитывая, что эта девушка впервые в жизни бросала якорь, неудивительно, что все пошло не совсем по плану. Однако ее ковырок выглядел довольно грациозно. Мало того, что это судно не смогло пройти под мостом, оно еще и получило серьезные повреждения. Не стоит повторять поступков этого парня и бросаться прямо в водный смерч. К счастью, все обошлось, так как вихрь оказался слабым. Субтитры сделал DimaTorzok Высота этого грузового судна составляет 18 метров. Оно оказалось слишком высоким для прохода под мостом, из-за чего получил повреждения. К счастью, члены экипажа остались невредимыми. Этот любитель автомобилей выбирает особенные плавсредства даже для выхода в море. Желание покорять водные просторы на большой скорости понятно, но при этом важно учитывать окружающую обстановку и быстро реагировать на возможные опасности. Субтитры сделал DimaTorzok Их морская прогулка продлилась немного больше, чем планировалось, ведь вернуться на берег без мотора будет не так-то и просто. Швартовка, как и парковка, задним ходом не всем легко дается. Судя по наличию шлема на его голове, он явно был готов к этому безумному плаванию. Субтитры сделал DimaTorzok Предусмотрительными этих парней уж точно не назовешь. Будем надеяться, что она делает это не ради эффектных фотографий для соцсетей, а вот ее истинные мотивы очень любопытно узнать. Наверняка, когда они гарантировали безопасную транспортировку автомобиля, владелец не ожидал, что она будет происходить именно так. Им не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы безопасно и без неприятных последствий пройти под этим мостом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимо, женщина очень переживает за свой катер, раз готова сопровождать его везде. Размер не имеет значения, главное то, как он себя чувствует на своей лодке. Дима Торзок Желание покрасоваться закончилось нелепым падением в воду. Интересно, успели ли их предупредить, что прогулка на этом катере происходит именно так? Очень обидно, если он так и не успел сделать несколько удачных кадров до того, как она погрузилась под воду. То, что он сумел так быстро вернуть управление лодкой в свои руки, можно считать либо настоящим мастерством, либо невероятной удачей. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Наличие портных товаров на полках магазинов часто зависит от контейнеровозов, которые доставляют их по всему миру. Эти суда обычно останавливаются в крупных портах, оснащенных инфраструктурой для быстрой погрузки и выгрузки контейнеров, а в других местах они останавливаются исключительно в случае крайней необходимости. Отправляясь на яхте в путешествие, нужно внимательно изучить маршрут и оценить все возможные риски. Покорять пороги на таком судне крайне рисковное занятие, так как непредсказуемое течение скалы-мелководья могут привести к повреждению корпуса или даже его затоплению. Отдых на яхте – это не только возможность насладиться роскошными пейзажами и морским бризом, но и отличный способ расслабиться и повеселиться. Важно при этом отдавать предпочтение освежающим напиткам и лимонадам, чтобы поддерживать бодрость в жару, а не злоупотреблять алкоголь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА